всем привет друзья меня зовут николай сегодня я расскажу вам про молоко светлогорье вот молоко в таком мягком мягкой упаковке полиэтиленовой и это молоко из белоруссии и конечно же дизайн сразу же об этом говорит распашонка прямо светлогорье или светлые горы видимо из белоруссии из белоруссии айс нарисован такой красивый вообще она конечно привлекает свое внимание какое-то такое теплое ламповое как говорится что-то приятное в этой упаковке есть красивое вот и это молоко из города гомель белоруссии оао милковита молоко нормализованное 3 2 процента жирности хранится оно 9 дней учитывая что нам из белоруссии день или два добирается в общем-то нормальный срок годности для таких упаковок обычно такой срок годности бывает давайте вот хватит его мять наверное давайте его положим у меня специальный контейнер чтобы молоко можно было не падало да вот и попробуем сейчас его открыть сейчас я чтобы вам было видно вся эта красота вот открыл пахнет молоко но здесь небольшой кислинкой большой кислинкой попробуем блин я я облился был новый фартук придется вам не показать как я его наливаю в общем поверьте что я это делаю называется новый фартук был только-только один первый раз но фартук он для этого и есть друзья вот молоко пахнет сливками чуть-чуть совсем еле-еле такой странный вкус очень похоже на такое деревенское молоко с одной стороны такой привкус сена у него есть может быть немножко навоза такой натуральный вкус тут навоза на не так много в основном сена ну как коровы они же у них такое молоко всегда натурально но и есть в принципе по крайней мере по вкусу отдает такой деревне это хорошо ну-ка я его размешаю видя на жирненькая 3 свои и 2 процента он держит небольшой карамельный есть привкус такой чуть-чуть совсем вы же странное такое ощущение как будто бы остается немножко не то чтобы порошка но немножко подверг вяжет чуть-чуть но такой вот как будто ты чувствуешь структуру этого молока некоторых видах молока я такое уже встречал и выпьешь и вот как его уже пригласил ты чувствуешь во тут как бы его структуру как будто бы она не то чтобы вот как будто бы мука во рту но но и не сказал что порошковая естественно порошковая слишком уж у него натуральный вкус ну вот что-то есть в нем такое вот что-то такое знаете разводное не знаю почему показалось при этом вкус абсолютно натуральный то есть сено да это должно быть в принципе но послегку послевкусие какое-то немножко странное не знаю в целом наверное молоко неплохое вполне и можно его пить оно не очень дорогое и по вкусу кажется натуральным странное такое ощущение во рту остается на самом деле это ощущение оно остается от многих видов молока тут нет ничего плохого наверное я его встречал наверное в трех или пяти видов молока другого причем ну который как бы скоропорт еще называемого хорошего молока ну к сожалению я не мне нет сейчас под рукой химической лаборатории чтобы разобрать что и как для исключительного вкусовые на запах на аромат реагируют в целом молоко питерно питабельно возможно его пить вот вполне так что друзья пишите в комментариях как вам это молоко почувствовали вы что-то странное в нем или нет или вам оказалось абсолютно натуральным мне будет приятно прочитать про это не знаю вы тут странный привкус такой есть как будто бы действительно какой-то порошок но он слишком уж слишком уж натуральный у него вкус для порошка ладно друзья большое спасибо пишите ваши комментарии буду ждать их до новых встреч пока